Романтика в нашем утре. Идеальное свидание Димы Пауля. Мама моя не из Манчеборска, она приехала работать на комбинат в молодости. Проработала 26 лет на комбинате инженером связи. Я также пошла по ее стопам, тоже инженер связи. Программист, волонтер, инженер связи в третьем поколении. Мария Малютина в проекте «Молодежь.НН». Таким рандомным образом просто наносишь и все. Да, просто как хочу. Да, да, да. Ого, у меня супер. Создаем декор своими руками. Мастер-класс от Натальи Романенко. Доброе утро, дорогие друзья. Всем привет. Как видите, перед вами Евгений Гречуха и Диана Бабаева. Вот мы решили с Дианочкой прогуляться, как видите. Когда еще погода нас так порадует? Жень, ты помнишь, когда вот последний раз такое было, чтобы в сентябре и никакого снега? Нет, я на самом деле наслаждаюсь каждым днем. Слава богу, нет дождей, нет снега. Упаси боже, солнышко и такая прекрасная пора на улице. Ну что ж, нужно вдыхать полной грудью. Ловить момент. Красоту, ловить момент, правильно? Да, друзья? Мы живем в моменте и вам советуем. Ну что, пора начинать программу. Берем. Друзья, доброе утро. Доброе утро. Сегодня я в художественной мастерской Натальи Романенко. И мы будем что-то делать. Что мы будем делать, Наташа? Мы будем делать картину объемной пастой, делать абстракцию. Мурманчанка, многодетная мама, художница и создательница арт-мастерской. Наталья Романенко рисует акварелью, декорирует мебель и предметы интерьера. А также проводит мастер-классы. Мы заглянули к ней на занятия по интерьерной живописи. Мы начнем с того, что у нас есть вот такой прекрасный холст. Он на подрамнике. На него мы будем накладывать вот такую прекрасную объемную пасту. Перед тем, как приступить к работе, надеваем перчатки. Они спасут кожу рук от сухости. Затем выбираем инструмент, мастихин или шпатель, которым будем наносить пасту. Я выбрала шпатель. Вот, пожалуйста, тогда бери пасту. А, вот прям вот так, да? Да, прям так, доставай с банки, да. Теперь наноси на холст просто так, как ты это чувствуешь, как ты это видишь. Просто в самом таком рандомном образом. Просто наносишь и все. Да? Вот просто как хочу? Да, да, да. Ого, у меня ступор. Да, вот так. Можно сильно не разглаживать, а наоборот оставлять вот такие вот всякие мазки. Да, да, да. Вот, бери еще. Так, Наташ, ну вот готово. Я оставлю вот такой вариант. Угу. Очень хорошо получилось, я считаю. Замечательно просто. Какой следующий у нас шаг будет? Мы должны это высушить очень хорошо. Да. Для того, чтобы в дальнейшем покрыть краской. Сушим пасту при помощи обычного фена. У нас на это ушло 10 минут. Кстати, во время сушки мы выбрали цвета для моей будущей картины. Один цвет называется полночь, а второй... Вернись, я пошутила. Вот два таких цвета. Да. Очень контрастные, но в то же время сочетающиеся. Время выбирать кисть. Берем с натуральной щетиной и следим за тем, чтобы она была хорошо собрана. Вообще кисть очень многое делает, ее качество многое меняет. То есть плохая кисть, она как бы может всю работу, таким бы вы хорошим мастером не были, да, она может все испортить на самом деле. Размешиваем краску и приступаем к делу. Сейчас красим ту часть, на которую мы нанесли пасту. Перед тем, как нанести следующий цвет, сушим первый и прокрашиваем боковые части. Их я решила сделать только синими. Снова сушим краску. В общем-то мы делаем все то же самое. Мы откраем сначала, да, обязательно мешаем, да, чтобы мрамор поднялся со дна. Очень красивый цвет. Для нанесения следующего цвета я выбрала художественную кисточку, чтобы мазки были тоньше и меньше. Окунаем кисть в краску и наносим на холст, так как хочет душа. Вот так нехитрым способом можно создать стильный декор. Ну а сейчас мы покроем картину матовым лаком для закрепления того, что уже нанесено. Пока лак у нас будет мокрый, мы нанесем сверху на отдельной части местную такую замечательную серебристую патарь. Также мы нанесли немного серебристой пудры. У нас готова наша картина? Да, картина готова. Мы ее закрепили, она под лаком, можно ее протирать. Я волновалась, когда ее рисовала. В общем, рекомендую всем заниматься почаще творчеством и позволять свободу. Да, свободу своим чувствам, эмоциям, вот с помощью холста. Потому что иногда может получиться что-то очень красивое и очень довольное. Если вы еще только мечтаете о шедевре, скорее осуществляйте задуманное, и вы ни разу не пожалеете об этом. Юлия Константинова, Виталий Попков, ТВ21+. Сегодня, 24 сентября, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. В Кандалакше плюс 9 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 7, плюс 9. В Никеле и Заполярном 9 градусов выше нуля. До 10 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 8, плюс 10. Небольшой дождь. Хорошего вам дня! Дианочка, смотри, а если бы не наше утро, где бы ты работала? Знаешь, в Кольской ГМК. А почему там? Знаешь, Жень, я каждый раз, когда мы снимаем героев для проекта «Молодежь.НН», им немного завидую. Потому что все они такие жизнерадостные, позитивные, активные. Ну, как мы с тобой? Ну, почти. Кстати, прямо сейчас в эфире нашей программы сюжет об очередной участнице проекта «Молодежь.НН» Марии Малютиной. Мама моя не из Манчегорска, она приехала работать на комбинат в молодости. Проработала 26 лет на комбинате с инженером связи. Я также пошла по ее стопам, тоже инженер связи. Закончила Санкт-Петербургский государственный институт имени Бонч-Бруевича. Дедушка у меня был связистом, поэтому у нас по этой линии пошло вот так. Мария Малютиной работает на Кольской ГМК около двух лет. Она является специалистом направления эксплуатации и бизнес-приложений, обслуживает программу 1С, а до этого трудилась в администрации города Манчегорска. Я пришла за новыми знаниями. Мне очень нравится узнавать что-то новое. Вот 1С я не знала, так сталкивалась постольку-поскольку. И мне повезло, что меня вообще взяли. То есть я и работаю, и параллельно я тут учусь, и практика. Сотрудниками комбината Мария познакомилась даже раньше, чем стала частью коллектива Кольской ГМК. И все благодаря волонтерским программам, действующим в городе Металургов. Девушка вошла в состав команды «Экоспецназ» комбината «Добра». Теперь она является капитаном этой команды. Мы также помогаем и бабушкам, и дедушкам, и детям, и детям-инвалидам. И в экосфере мы, и в патриотической сфере мы. У нас очень обширные проекты. Очищаем приближенные территории очень часто от мусора. Также и в Мурманск ездили, помогали друзьям-волонтерам. И у нас здесь убирали. Территорию убираем часто, потому что очень много мусора. Детям также проводим лекции по поводу влияния мусора на экологию. Стараемся поколению подрастающему объяснить, что так делать нельзя, какие последствия будут. Добровольцы проводят мероприятия для детей, сотрудничают с домом престарелых. В период пандемии Мария также была автоволонтером. Развозила продукты и лекарства пожилым людям, которые не могли выходить из дома. В Мончегорске волонтеры уже восстановили кинологическую площадку для дрессировки собак. А завершив этот проект, команды взялись за благоустройство мыса «Мечты» на набережной Клементьева. Свободное от работы время Мария проводит с родными, а также занимается саморазвитием. Сейчас она изучает искусственный интеллект, чтобы в будущем возможно применить эти знания в своей профессиональной деятельности. Леана Мехитарян, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны, можете творить что угодно, ругать за это не будут. Просто не досчитаетесь несколько тысяч в день зарплаты. Тельцы. Если кто-то ожидает, что вы будете выполнять его распоряжение, то он ошибается. Вы будете неимоверно упрямы. Близнецы. Ваши попытки культурно сблизить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Воспользуйтесь огнетушителем. Раки. Сегодня можете смело рассчитывать на внезапное обогащение. Правда, в данном случае речь не о финансах, а о духовных сокровищах. Жень, вот посмотри, какая рябина красивая. Такая красная, оранжевая, с ума сойти. Не хватает только маленькой белочки. Да, они такие милые, я их обожаю, если честно. Ну, знаешь, я их немного боюсь. Они мне напоминают мышей чем-то. Ну да, их называют крысами, просто милыми. Просто милыми. А вообще, у меня в детстве был любимый мультик «Ледниковый период». Там была эта белка с орешком. Не знаю, может помнишь? Я, да, белка-неудачник. Но, конечно, проникаешься любовью к ней, пока смотришь. Кстати, почему я вообще говорила про белок? Недавно группа мурманчан повстречала в лесу очень контактных белочек. Между прочим, они тоже были с орешком. Знаешь, Диана, мне кажется, вот этим сентябрем просто нельзя не поймать такое романтичное настроение. Так хочется на какое-нибудь свидание бы сейчас пойти. Женя, а ты не знаешь? Намекну. Фильм «Служебный роман» тебе о чем-нибудь говорит? Ну-ка, ну-ка, и к чему ты это ведешь? А к тому, что в нашем утре кое-кто закрутил роман. Слушай, есть подозрение, что это наша Димочка что-то мутит. Все правильно думаешь? Да. А угадай, с кем? Слушай, Диана, даже немного страшно за Диму. Слушай, ну влюбился человек. Ну он прям еще не отошел, мне кажется, от свидания. Да, надеюсь, он быстро придет в себя. Стабильный заработок и отзывчивый коллектив. Инженер по горным работам рассказывает о своей профессии. Маленький да удаленький. Мурманчанка полетала над хибинами на сверхлегком самолете. Таким вы его еще не видели. Романтичный Дима Пауль на свидании мечты. Сегодня день рождения отмечает поэт-песенник, переводчик Лариса Рубальская. Поздравление принимает российский музыкант, саксофонист Сергей Летов. А еще в этот день, 282 года назад, родился Григорий Потемкин-Таврический, светлейший князь, российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Таня, а эти цветы тебе случайно не Дима подарил? Я тут слышала, вы ходили на свидание. Да, Димка подарил. Почему такое свидание устроил? Да ты, Дима, Пауль. Свидание. Да, вот он неожиданно смог. Но так меня удивил, до сих пор под впечатлением. Это было самое странное свидание в моей жизни. Но по нему даже можно писать руководство к лучшим свиданиям. Да ты, да? Что такого сделал Дима, Таня? Мне уже безумно интересно. Во-первых, вкусная еда. Главное правило идеального свидания. Честно, если бы не роскошный стол, я бы ушла в самом начале. Дима опоздал на 10 минут. Негодяй-подлец. Но появился эффектно. Небрежная походка. Клечатый костюм. Прямо как Роберт Дауни-младший в свои лучшие годы. Давно сидишь? Да, что ждалась. Ну, это тебе. Угу. Такая красота. Я тебе украсила и стол. Сам буду голодно сидеть, но главное, что ты сытная. Таня, у тебя же аллергия на морепродукты. Да разве это важно? Есть вообще не обязательно. Главное, чтобы выглядело красиво. В инстаграм не стыдно выложить. Ладно, а дальше что было? А дальше второе правило идеального свидания. Небольшой приятный сюрприз. Ты представь, сидим, друг напротив друга, я, он. И тут, откуда ни возьмись, два кольца. С бриллиантом? Нет, ледяные. А вы не замерзли? Вроде прохладно на улице, да еще и у воды сидели. Настоящий мужчина всегда знает, как согреть женщину. Ох, ты бы это видела. Титаник отдыхает. Согреть женщину – это, кстати, третий пункт идеального свидания. И Дима все сделал, как надо. Мы грелись у камина, будто в рождественской сказке. Кормили друг друга печеньками и пили горячий чай. Как вдруг... А пойдем побегаем? Пойдем поиграем в догонялки? Ты будешь убегать, как лань, как косточка такая, тик-тик-тик. А это догонялся, да? Вы бегали в пижамах по улице? Серьезно? Да? А что такого? Ну, ничего. Просто узнаю Диму. Ладно, не отвлекаемся. Что было дальше? Дима меня спас от гуся. Да ты от гуся? От гуся. На нас напал гусь. Он такой был большой. А Дима заслонил меня и схватил его за шею. Ну, то я стала переживать уже за гуся, конечно. Но все обошлось хорошо. И после он подарил мне кролика. Танюша, от нашего твоего первого свидания. И я тебе хочу в память о нем подарить вот этого маленького замечательного кроличонка. Его зовут Зюзя. Кстати, кролик – четвертое правило идеального свидания. Кролик? В смысле подарок. Не обязательно кролик. Так, подожди. Уже же был небольшой сюрприз. Второй пункт. Небольшой сюрприз и подарок – это разные вещи. Не надо путать. Взгляд тигрицы, да, скажи у меня взгляд тигрицы. Таня, ну не томи, чем все закончилось. Классика жанра. Прогулка под ручку. Разговоры о высоком. Выход на новый уровень духовной близости. Так и должно заканчиваться идеальное свидание. Тима оказывается очень тонкая и чувственная натура. Ему удалось растопить мое сердечко. Таня, я просто в шоке. Я не ожидала, что Дима такой. Ну, я вообще тебе по-доброму завидую. Сама-то давно не была на свидании. А мучен бы хотелось. Но не с кем. Так в чем же проблема? Возьми человека, которого ты понимаешь лучше всего. Ну, кого, например? Себя. И организуй себе свидание. Ну, а знаешь, а почему бы и нет? С другой стороны, никто не испортит настроение. Не с кем поссориться. А знаешь что? Мне кажется, я нашла себе кавалера. Такого белого и пушистого. Не важно, есть у вас вторая половина или нет. У вас есть вы. И это веский повод полюбить эту жизнь. Пригласите себя на свидание. Проведите день с лучшим человеком на планете. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы, вам светит продвижение по карьерной лестнице. Однако не несите сломя голову. Будет обидно добраться до вершины с переломанной ногой. Девы, сегодня лучше никому не перечить, даже самому себе. Позвольте этому дню быть несовершенным. Весы, отпустите из сердца того, кто давно уже навострил лыжи. Поверьте, этот лыжник не достоин даже вашего мизинца. Скорпионы, выдушка. Говорите это чаще и громче. И окружающие в это рано или поздно тоже поверят. Ой, Жень, знаешь, я вот так высоты боюсь, но всегда мечтала прыгнуть с парашютом. Знаешь, я тоже мечтаю, но тоже боюсь. Но есть, мне кажется, и люди посмелее нас с тобой, для которых высота – это не страх, а даже часть жизни. Удивительно, но есть. Есть? Да. Вот, кстати, представь себе. Недавно моя знакомая Виктория Зубарь, она полетала на сверхлегком самолете «Птенец-2». А ей не страшно? А где она летала? Над Кировском и Химийными. Ты представляешь, какие виды там открываются? Я не представляю даже, я бы хотела посмотреть. Вот сейчас представишь. Есть видео и очень-очень классное. Давай. Откуда у девушки интерес к горной промышленности? Семейная история Юлии Буловой. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 24 сентября, 72 рубля, 72 копейки. Курс евро – 85 рублей, 20 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям, 62 копейкам. Хибина хибинами, а у нас тут вот рябина. Рябина неплохая, можно полюбоваться. Не говори. Ну, а далее в выпуске «Ты не поверишь». Ну-ка. История еще одной героини из проекта «Молодежь МН». Какие они все активные. Да, друзья. На этот раз узнаем историю Юлии Буловой. Училась я в Апатитах, заканчивала Петрозаводский государственный университет, кольский филиал по специальности «Физические процессы горного и нефтегазового производства». После участия, после практики производственного участия в программе «Профессиональный старт» мне предложили трудоустройство в польской ГМК. Это, наверное, единственная компания на тот момент была, когда мы выбирали себе будущую работу свою. Это была единственная компания, которая давала отличный старт молодым специалистам. Стабильный заработок и отзывчивый коллектив. Юлия своей работой полностью довольна. Трудится она на руднике «Северный» в Заполярном. Я работаю на данный момент в техническом отделе по перспективному развитию рудника. Наш отдел занимается проектированием горных выработок, проектированием проектов на ведение очистных работ, горнопроходческих работ. Интерес к горному делу у Юлии появился еще в детстве. Ее папа работал проходчиком-взрывником. Но времена меняются, производство становится все более автоматизированным. И сейчас Юлия даже работает с техникой, которая бурит в дистанционном режиме. Мы проектируем электронные паспорта для бурения непосредственно в шахте. И непосредственно с поверхности эти данные передаются в забои, в горные выработки. И там уже производят оператор с поверхности, опять-таки, производят бурение. Это очень хорошо, что компания дает нам такую возможность развиваться, изучать новые программы, 3D-моделирование. И, опять-таки, эта автоматизация, вот, наверное, мы с багажом знаний обладаем. Еще несколько лет назад наша героиня активно участвовала в творческих проектах компании, занималась волонтерством и выступала в корпоративной лиге КВН. Сейчас она посвящает свободное от работы время воспитанию сына и всегда готова поделиться советом с другими молодыми коллегами. Развиваться, не бояться открыть для себя что-то новое, не бояться обратиться к людям, коллегам своим, к старшим товарищам, к своему руководителю. Всегда помогут. И сам будешь развиваться, и тебя разобьют, если нужно, в нужной стезе. И снова за советом к звездам. Стрельцы, вам пора на эмоциональную диету. В последнее время слишком много переживаете, причем по пустякам. А козерогам необходимо сбросить груз ответственности. Если его так никто не подберет, то взвалите вновь на свои плечи, когда передохнете. Водолеи. У вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Смотрите на вещи проще. Рыбу. Вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу. Но осень в этом году прекрасная, не поспоришь. Это сочетание красного, желтого, зеленого. Невероятное буйство красок. Хотела бы я быть художником, Жень? Ты с языка сняла. Да, если бы я была художником, я бы обязательно нарисовала вот эту бребину. Конкретно эту. Жень, у тебя будет возможность этим заняться. Ведь у нас впереди выходные. И, кстати, нам пора прощаться со зрителями. Да, давай пожелаем зрителям прекрасной осенней недели, вдохновения. Напишите обязательно песню про эту осень и напишите стихотворение. Ну или просто отдохните, прогуляйтесь, насладитесь этой чудесной погодой. И зарядитесь энергией перед долгой-долгой зимой. Доброго утра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!